МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программу поддерживает БС-кредит Ели. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Народ должен знать» я, Елена Соколовская. Мы с моим соведущим юристом Августом Кярак, как всегда, сегодня говорим о квартирах товарищества. Здравствуйте, Август! Здравствуйте! Август, к нам пришли вопросы, еще с прошлого раза остались из города Ихве, добавились некоторые, и я вам задам один свой вопрос. Мы некоторое время назад обсуждали, в прошлом сезоне нечто похожее, но опять оно вскло, и я думаю, что опять надо поговорить. Давайте начнем с того, что пришло с Ихве. Спрашивают про заключение индивидуальных договоров с собственниками товарищества, с тепловыми фирмами и с фирмами по электрике. То есть, вот, стоит ли заключать отдельный договор? Или заключать договоры с контентом? Плюсы и минусы, как вам кажется? Ну, везде есть свои плюсы, и везде есть свои минусы. Вопрос в том, что если это индивидуальный договор, то есть квартира собственник заключает напрямую договор с поставщиком теплоуслуг, то он платит напрямую, как говорится, да, или с электроэнергией то же самое платит напрямую. Вопрос немножко даже, может быть, в другом, что если заключать это через КТ, то, как мы знаем, особенно электроэнергия, что касается электроэнергии, чем больше употребляет, тем дешевле электричество. То есть, если заключать договор с поставщиком электроэнергии через КТ, то потребителей получает сразу много. И цена за электричество может быть в разы дешевле. Насколько в разы, конечно, такое, может быть в полтора раза, может быть в раз, может быть в два раза. Здесь надо смотреть, но минимум процентов 20-30, это точно по сравнению... Ну, как взял за оптовую закупку. Как за оптовую закупку, да, потому что даже мы смотрели на примере своего КТ, что если я сейчас потребляю электричество напрямую, у поставщика я плачу, скажем, 0,19 или 0,18 центов за киловатт-час, то через КТ это, получается, цена где-то 0,11 центов. Ну, практически в два раза. Ну, да, здесь вопрос именно через КТ. Но пока мы все-таки все на индивидуальных сидим подключениях, свой плюс в том, что ты ни от кого не зависишь. То есть, если мы говорим от того, что мы подключаемся через КТ, цена дешевле, количество потребления. Люди, естественно, будут за счет этого чуть больше потреблять, это всегда так, да, чуть дешевле будут потреблять чуть больше и в конечном итоге платить будут больше, чем они потребляют дороже, да. Ну, или столько же. Или столько же, минимум столько же, но, скорее всего, чуть больше. Плюс дешевая цена, минус того, что так мы напрямую подключены, а так КТ. То есть, если кто-то не платит, то есть, кто-то задолжал КТ, то это будет связано и с электричеством. То есть, КТ из своего кошелька должны покрывать все-таки задолженности и должников. И если отключат, отключат всем. Ну, это как вот в том регионе. Выдовируемая Корт-Ле-Айре сейчас происходит. Или под зиму происходит, да. За отопление одна-два квартиры, две квартиры не оплатила, отключают весь дом. Ну, вот не интересует и все, вот должник и все, да. С другой стороны, удобней. Тогда все в складчину платят, и закрывается эта задолженность, и никто никого не отключает. Опять же, толка двух концов. Тогда найдутся те, кто будет этим пользоваться. Все равно же заплатят. Все равно найдутся те, кто будет этим пользоваться. Все равно найдутся у нас должники, которые кому-то все время должны или все время опаздывают с оплатами или еще что-нибудь подобное. Поэтому без этого никуда. Поэтому, с другой стороны, вот такой один общий кошелек, откуда это все выплачивается, с одной стороны, проще для КТ. С другой стороны, востребование этих денег в этот общий кошелек с должников чуть сложнее. То есть, все равно востребованием должно заниматься все-таки тогда товарищество. Если отоплением, опять же, если мы говорим по отоплению, то через отопление, отопление лучше, когда, естественно, подключен дом. Центральное, например. Центральное. То есть, счет приходит на дом, и это распределяется, потому что, иначе, если это подключение личное, то есть, через квартиру собственника, то есть, так же, как и есть, что одну квартиру отключить нельзя, отопление, да, приходится отключать или весь стояк, или весь дом. Что с этим делать? Если электричество, они придут, поставят вам пломбу, говорится, на электросчетчик, отключат у вас электричество, у вас в квартире, и поставят пломбы, и так далее, и тому подобное, переключат доступ, то здесь это, ну, сложно сделать. Здесь надо или стояк отключать во всем доме, или весь дом, из-за чего и доверимые дома и страдают. Поэтому подключение к теплосетям общее через дом, в этом отношении было бы проще. Потому что складчину заплатится этот долг, просто его надо будет вовремя и быстро востребовать. Человек, который задолжал. Может быть, вплоть до того, чтобы выселять его с квартиры, продавать эти квартиры задешево, но продавать... Кстати, а как это возможно? Действительно, насколько мне известно, из наших с вами разговоров и своего опыта общения с товарищами, не так-то просто заставить должника продать квартиру, даже через суд? То есть, какие инстанции проходит этот, скажем, долг, должник, прежде чем его можно выселить через суд? Ну, если мы говорим просто за долги, то вначале мы получаем исполнительный лист. То есть, идем в суд. Решение суда. Как проходит суд? Насколько это вообще дорого? Может, часто не платят, чтобы не платить за адвокатов? Ну, так оно и есть. В принципе, судебные инстанции, они долгие. И, скажем так, минимально это 5 месяцев. Общая судебная инстанция. Мы не говорим по приказной производству, которая, в принципе, за 2 месяца, максимум за 4 шая, да? А расскажите-ка разницу между вот этими приказными, я так понимаю, исковое заявление вы имеете? Да, исковым. Какая разница, куда идти, как подавать? Ну, один подается по месту жительства, должника, а другой подается в Прибернском уездном суде, стоит, находится приказное, отделение приказного судебного производства, которое занимается... Нет, дигитально можно подать, через интернет. Все подается дигитально, все подается через интернет. Без разницы. А чем отличается процесс приказного от искового? Более быстрый, госпошлина меньше, максимальная госпошлина в приказном, это 192 евро. Но в приказном, это, скажем так, если в приказном производство кто-то что-то спорит, или говорит, что нет, я не согласен, то все, оно останавливается, и переходит в исковое производство. То есть я понимаю так, что лучше сначала в приказном производстве подать иск, предложить должнику оплатить, то есть или в сумму вас требовать? Если он в приказном производстве должен не будет оспаривать за должность, или не будет говорить, что вот это я должен, это я не должен, но говорит, что часть я оспариваю, часть я не оспариваю, тогда приказное производство намного проще, быстрее и дешевле. и дешевле. — Когда суша улучшает пользу кредитона? — Абсолютно. Как только он начинает оспаривать, говорит, что я ничего не должен, в принципе, приказное производство приостанавливается и переходит в общее производство, там есть свои определенные производственные дни, когда там 14 дней надо отдать, потом можно это постановление оспорить, потом 14 дней или 20 дней дается представление нового иска, это опять время, потом представление иск, когда иск представлен в течение 20-30 дней должно суд решить, возьмет его в производство или нет, если не берет, то по какой причине или надо что-то дополнить или что-то дослать, и уже начинается тогда общее производство, это отсылается должнику, должник уже не отвечает, не отвечает, и если отвечает и спорит, то может быть назначено заседание, смысл заседания — это именно что привести в сторону к компромиссу какому-либо, именно в этом смысл заседания. — А не в том, чтобы друг другу полить? — Да, абсолютно. — Как это сейчас бывает? — Суд хочет всегда привести к компромиссу. Но любые такие споры привести к компромиссу. Компромисс — это не значит, что кто-то кому-то уступил. Но компромисс — это двусторонняя уступка. Не кто-то один теряет, это двусторонняя уступка. — Как часто в вашей практике, вы же занимаетесь спорами квартиры товарищества? — Ну, занимаемся, конечно. — Как часто в вашей практике стороны все-таки приходили к компромиссу, сдали суда, а не устраивали там? — Ну, приходят, скажем, приходят, приходят. — Приходят, да. Я имею такой опыт, работая в столичью журналистами, ходил на судебные заседания по квартирным товариществам, и это страшный балаган. Судья там уходит из себя, потому что они начинают вспоминать грехи друг друга со времен основания товарищества. — Ну, хорошо, если еще не из Первой мировой. — Вроде того, да. Кто кому сказал, кто у кого мужа увел, там вот это, кто у кого электричество воровал. И в результате присти к компромиссу там просто невозможно. — Нет, ну, возможно. Все возможно. Просто вопрос в том, что надо работать через представителей. — То есть, чтобы в суд ходили адвокаты? — Тогда нечего стирать-то адвокатам. У них свое белье. Поэтому они, конечно, в своем роде это комплицировано немножко. — Усложнено. — Усложнено принятие компромиссных решений, потому что надо проговорить, продумать, стоит ли компромисс принимать, не стоит ли компромисс принимать и так далее и тому подобное. Не часто адвокатам или представителям, юристам и так далее даны такие права, чтобы заключить компромисс. Вот иди и спорь. Мы хотим то-то, 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 да. С другой стороны, компромисс — это более быстрое решение проблемы. — И, в принципе, скорее всего, он исключает дальнейший конфликт? Ну, или сглажен? — В 90% случаев. В 90% случаев. И если компромисс не исполняется, он точно так же, как исполнительный лист, можно использовать его в исполнительное производство. И никаких вопросов в этом отношении. После этого, когда есть решение, неисполняемое компромиссное решение или решение суда, вступившее в силу, или которое принадлежит к исполнению неотлагательно, оно отдается исполнителю, судебному исполнителю, на исполнительное производство. В исполнительном производстве, естественно, есть свои, опять же, процессуальные нормы. — О, кстати, исполнительное производство. Вот мы и дошли, собственно, до момента, когда нам можно отобрать квартиру. Отобрать ничего нельзя. Хорошо. Продать. Я неправильно выразилась. Продать. Приходит там судебному исполнителю вот этот исполнительный лист. Я, как член товарища, член управления товарища, например, точно знаю, что у должника или официальная работа нет, или там минимум какой-то, да, которого с него нельзя взять. И я понимаю, что если мы будем удерживать с него просто зарплату, его долг не просто не покроется, но еще и вырастет, потому что он не будет платить следующие счета. Могу я сразу потребовать у судебного исполнителя? Почему? Ну, опять же, во-первых, есть изначально какие-то определенные профессиональные нормы. Опять же, добровольное производство, добровольное исполнение. Добровольное можно было исполнять тогда, когда суд назначил? Ну, не факт. Некоторые добровольные начинают исполнять тогда, когда есть судебный лист. Счет арестовали, да? Да. Когда понимаешь, что все серьезно. Не то, что счет арестовали. В добровольном исполнении счет еще не арестовывают. Они просто предлагают вам добровольно исполнить в течение 10 дней. Если вы не исполнили в течение 10 дней добровольно, тогда начинается уже арест счетов, требования работодателя о задержке заработной платы, арест имущества и так далее и тому подобное. Разный кейл-маркет, то есть запреты на продажу в автомобиле и всего что угодно. И тогда начинается исполнительное производство. Если есть возможность востребовать эти деньги, не продавая квартиру, то востребуется не продавая квартиру. А сколько времени это вообще может занять, если у него долг 3 тысячи, а с него востребуют 20 евро в месяц? Это нереально, скажем так. Если с него взять нечего, то есть мы говорим о том, что с него каждый месяц после ареста всего не поступает какой-то денег, то здесь уже сам не исполнитель. У него поступает на 20 евро больше того минимума, которое ему можно оставить. Я еще раз говорю, что если не поступает нормальных средств, чтобы закрыть эту задолженность… Я пытаюсь от Вас спросить, есть ли вот эта граница нормальных средств? Что считать нормальной? Нет. Для другого и 500 евро поступает на должника не граница, потому что задолженность 40 тысяч. Угу. А для другого задолженность 1000 или 500 евро, а поступает 10. Эквивалент тот же самый. Поэтому границы размыты. То есть, в принципе, вот если у меня есть должник и поступающая от него сумма очень маленькая, когда и вообще могу ли я обратиться к исполнителю с тем, что очень мало продается продавать? Конечно. Всегда можно сказать, что денег не поступает, долг увеличивается. Мы считаем, что для того, чтобы исполнительное производство пришло к своему, так скажем, логическому завершению, надо продать квартиру. Просьба продать квартиру. То есть, здесь востребователь сам должен отслеживать этот момент и просить, точнее не просить, а говорить исполнителям о том, что начинай продавать квартиру. Всё. А если я вот через неделю говорю, начиная продавать квартиру? Неделю, значит, востребую, за неделю ничего не поступило, я ему говорю, да? Нет, там есть просто, за неделю не может, если зарплата арестована, одно, второе счёт арестованы, должно какой-то буфер пройти времени для того, чтобы посмотреть, вообще что-то поступает или нет. Потому что зарплата, скажем, арестовали 20-го числа, зарплата 10-го числа, ну что, только 10-ти дней, будем честны, да? А здесь вдруг премиальные зарплаты или ещё что-то. Кого-то что-то арестовали, раз тысяча пришла, в следующий месяц 10 евро, допустим. Угу. Но никто ж не знает. Это когда как? Здесь надо смотреть. Опять же, здесь есть какой-то мысликайп. Логичный. Логичный. Логичный или такое, какое-то определённое время, которое должно показать, это исполнительное производство без продажи квартиры, имущества. Разумное. Разумное время. Разумное время, да, что оно поведёт к логическому завершению или нет. Разумного времени, понятие, что такое разумного времени, никто не трактует. Нигде это не сказано. Что такое разумное время? Но здесь можно чисто логически сказать, если три месяца ничего не дали, но за три месяца что-то должно произойти, тогда надо продавать. Тогда надо продавать всё, что только можно продать. Я считаю, три месяца – это вполне нормальный срок. А если вот, например, ситуация, продали квартиру через исполнительное производство, и бывший владелец не выезжает, но там сидит и говорит, продавайте, и продавайте, и буду жить. Что новому владельцу делать? Выселять. Как? Судебным исполнителем. То есть вы купили квартиру, и вы ещё должны на него в суд подать, чтобы он вашу квартиру освободил? Ну, если он не выселяет, да, потому что это ваша квартира. То есть это вообще отдельное производство, не с тем же самым судебным исполнителем? Это отдельное производство, да. А были такие случаи? Нет. Господи боже мой, надеюсь, никогда не будет. Нет, такие случаи вообще у меня в практике не было, но по жизни такие случаи были точно. Чем они заканчивались? Выселением. А за это время, наверное же, покупатели несут какие-то убытки. Естественно. Но вот эти убытки выставляются на него, востребуются с этого человека, как дополнительное нанесение ущерба и так далее и тому подобное. Это ущерб, который востребуется с ним уже. Но если просто с него брать нечего, как говорится. То востребуй, не востребуй. Только там, я не знаю, мешочек блох и ещё чего-то. Нет, востребовать можно, мы никогда не знаем. Вообще, на сегодняшний день раньше истребовательное производство или исполнительное производство шло 30 лет. Теперь оно 10. За это время, я понимаю, что деньги ждать надо и так далее. И цена денег падает, и всё падает. Но нет у нас на сегодняшний день такого эффективного, что не платит завтра деньги. Нет у нас долговой ямы. Почки мы его тоже продать не можем. Да что там продавать-то как правило уже? Нет. Тем более, если это, будем честны, алкоголик или наркоман или ещё что-нибудь. Но нет возможности. Нет других путей пока. Никто этого не придумал. А у нас в стране не сажают за долги никого. Только если это государство должно, наверное, тогда. Нет. Ну, в принципе, за штрафы. Штрафы можно заменить отсидкой. Есть такое производство. То есть ещё, собственно, за счёт государства ещё и пожить некоторое время. Сложное время пережить, там кормят три раза в день. Да, зимой. Да, зубы там лечат у них бесплатно. Лечат? Ну это тогда, наверное, когда у них совсем плохо зубы. Да нет, всё у них там нормально с зубами. Говорят, заболел, пошёл к врачу лечат. Вот у вас если зуб болит, вам же никто бесплатно не лечит, а там лечат. Нет, не лечат. Но для этого нет. Всё равно это не бесплатно. Бесплатно-бесплатно для них. Нет, нет. Как вам бесплатно? Вы же платите чем? Своим, своей свободой. Тем, что вы лишили себя свободы. Вы отдаёте свою жизнь государству, находясь в закрытом помещении. Штраф платить не надо. Питание трёхразовое, спортзал, бесплатная стоматология. Чего бы не посидеть за штраф-то? Нет, ну как это? Вы же не можете оттуда выйти. Вы же не можете пойти заняться тем, что вам хочется. Пойти покататься на машине. Угнанной. Угнанной. Да, да, да. Чтобы снова туда обратно на обеспечение. Да. Государство. Вы же не можете пойти сходить в магазин, купить себе сникерс. Там есть магазины. И сникерс туда совершенно прекрасно. Я понимаю, но вопрос в другом. Для того, чтобы там покупать сникерс, вам нужны деньги. А работы там нет на сегодняшний день. А там нет никаких пособий. Август, мы с вами уже не в ту стейк пошли. Давайте уйдём на рекламу и встретимся в эфире. Программу поддерживает БЭС Кредит ЕЕ. Центрическая партия Эстонии представляет. Андрей Биров. Член совета БЛРТ Групп. Директор по развитию порта Силане. Номер 721. Родное Копли. Штромка. Таллинн Северный. Поехали. Дорогие любимые наши самые обаятельные и привлекательные. Мы всегда верим в вашу поддержку. Поехали. Камин тебя в холодный день согреет и много соберёт вокруг друзей. Пусть с ним не только в доме потеплеет, но и на сердце и в душе твоей. Дорогие друзья, как многие из вас знают, я долгое время занимаюсь проблемой квартирных товариществ и недвижимости. Раньше как журналист, теперь как телеведущая, как маклер по недвижимости. Я очень давно наблюдаю проблемы, которые перед нами давно стоят и вижу те проблемы, которые встанут перед нами в будущем. Некоторые вот-вот уже сейчас, другие лет через десять. Выборы в вашем регионе для меня это вызов и возможность исправить что-то, что, может быть, кто-то не смог исправить, что, может быть, можно ещё поправить. Поэтому я прошу вас проголосовать за меня. Мой номер 200. И я надеюсь, вместе мы сможем улучшить ситуацию не только в вашем регионе, но и в стране в целом. Спасибо вам за поддержку. Ваш кандидат от Центрической партии в районе Мустамяй, врач-ортопед Владимир Руснак, номер 550. Поддержите своего доктора. Программу поддерживает Бескредит Ели. Мы продолжаем наш разговор о проблемах в квартирах и товариществах. Вернёмся из тюрьмы к товариществу обратно. У нас вопрос есть интересный. Спрашивают про порядок проведения работ в квартирах и товариществах. В квартирах именно. Перестройка квартир, снос стен, перепланировка. Когда это нужно согласовывать, когда нужен проект и когда можно просто переделать? Ну, это надо всё-таки обращаться к закону строительства. И в законе строительства точно сказано, когда нужно переделать, когда не нужно. То есть, когда нужен проект и когда не нужен. Но сразу же начнём с того, что все изменения, которые могут привести к изменению в технических системах дома или как-то ухудшить строение дома или ещё что-нибудь, они должны быть всё-таки проектными. То есть, перенос труб отопления. Перенос труб отопления. Потому что общая техносистема дома, она должна быть всё-таки проектная. Опять же, количество, вот у нас, я помню, в своё время, когда были эти чугунные батареи, да? Все любили повесить побольше рёбер, чтобы было потеплее, да? Но ведь количество рёбер рассчитано именно на количество квадратных метров. И здесь надо всё-таки исходить из количества квадратных метров. И вы не можете себе квартиру повесить 20 рёбер, которые в общем отношении отопливают 200 квадратных метров, да? А надо повесить именно эти 5 рёбер, которые отопливают 20 квадратных метров. Я так понимаю, что иначе тепло не доходит до соседей. Конечно, иначе происходит отдача тепла в одной какой-то квартире, и другие соседи будут без тепла. Поэтому количество, даже количество вот этих ребер или батареи, они ограничены. Они должны исходить именно из квадратуры и отдачи тепла. И на это, я, конечно, могу ошибиться, что на это нужен проект, но на это нужно точно согласование. И исходя из того, что какое количество тепла они отдают по техническим характеристикам этих батарей и так далее и тому подобное, перенос стен, перенос кухни – это все проектные работы, 100%. Потому что тот же перенос кухни. Во-первых, перенос кухни связан с чем? С вытяжкой. Первое-наперво, самое большое – это вытяжка. В кухне построена определенная вытяжка, которая рассчитана на то, что запахи, которые собираются в кухне, должны вытягиваться с определенной силой в определенное место, скажем так. Если вы кухню перенесете в другое место, где нет этой специальной вытяжки, и вы туда поставите какую-то дополнительную вытяжку или еще что-нибудь, то появляется разное давление в каналах вытяжки, то есть в шахтах вытяжных. И вполне возможно, этажом ниже… В вашей кухне будут пахнуть. Вонят. Вонят. Просто вонят. Будут знать, что вы едите на бед. Абсолютно. Плюс у них может встать вытяжка. В этом смысле появляются разные слои воздуха, разного давления, и снизу давление не сможет вытолкнуть вот этот вот центральный блок какой-то там возникший. И поэтому запахи в этой квартире, они не будут никуда. Они наоборот будут уходить вниз. Почему и получается, в вашей квартире все знают, что едят сверху, да. Поэтому вытяжка – это основная тема, из-за которой надо думать, переносить кухню или нет. Или ее переделывать как-то. Снос стен между кухней и комнатой, да, это другой вопрос. Но здесь надо смотреть, несущая стена, не несущая стена. Если несущая стена, то обязательный проект. Как ее укреплять, какие усилия, какая балка должна стоять и так далее и тому подобное. Я слышала такое от нескольких квартирных товарищей, даже нескольких строителей, что сейчас принято, по умолчанию, так сказать, принято соглашение между товарищами и строителями, что в панельных домах все стены считаются несущими, несущими с этой точки зрения. То есть, в принципе, сносить без разрешения товарища в панельных домах стены нельзя. Я не соглашусь с этим. Потому что что это значит, что мы с вами приняли такое решение, что они все несущие. Нет такого. Есть несущие стены и есть ненесущие стены. Просто в новых домах несущие стены, они все бетонные каменные. Они несущие, это у нас кипрок. Режьте, ломайте, хотите убирайте, хотите не убирайте, все что угодно. Можете сделать себе плацдарм, одну большую комнату. Никаких вопросов. А в советских домах, в советской застройке, они все-таки были бетонные или каменные все стены. Просто надо смотреть, какая стена, какую нагрузку и так далее несет за собой или выдерживает, или держит. Вот и все, надо знать. Но если вы не знаете, несущая она или несущая, тогда к ней надо относиться как к несущей стене. И естественно, если вы хотите делать определенный проем, определенные ширины или еще что-нибудь, тогда на это специальный проект. То есть, где металлическая балка будет вставить, где укрепление, какое укрепление, как, что. Ничего, в принципе, не запрещено их резать. Просто должно создаться дополнительное какое-то дуги, укрепление, для того, чтобы воссоздать то же давление, чтобы она принимала то же давление, которое воспринимала и до этого несла на себе вот эта панель. Для этого, естественно, нужно и согласование всех жителей, потому что они должны быть согласны с тем, что вы будете такие крупные работы проводить, и они должны понимать, как эти конструкционные работы повлияют ли на несущие конструкции дома или нет. Плюс для этого нужен проект и согласование этих проектов. Точно так же переносы кухни, согласование, проекты, плюс проекты вентиляции, плюс проекты отопления. На все должен быть проект. Закон, конечно, напрямую о некоторых вещах не говорит, что вот как это должно быть сделано, и как должно быть поставлено и так далее. Есть просто я и Тустава. Здравый смысл на строительстве, скажем так. Да, который говорит о том, что вот как можно использовать, как строить и так далее. Тема слишком широкая. То есть каждый случай, я так понимаю, нужно распахнуть. Абсолютно отдельно. Каждый случай отдельно. Каждый случай уникален. Но невозможно одним так с пяти минутами или сказать, вот так можно, так нельзя. Единственное, что общее можно сказать. Все, что вы делаете, спрашивайте проекты. На всякий случай. Даже если он не нужен, лучше его иметь для того, чтобы впоследствии к вам никто не придрался. Ну да, потому что сегодня, как у нас же раньше, все перестраивали, а потом вдруг решили, что нужны проекты. Ну вдруг вышло, да, что дома вот-вот сложатся, как карточные домики, потому что посносили без всяких проектов, укреплений, несущие стены. Стали требоваться всех проектов. Теперь, собственно, есть сложности даже с продажей квартир, которые были перестроены без проекта когда-то. И теперь покупатели не очень хотят их брать. Ну естественно, потому что с одной стороны, по идее, на это можно сделать проект и сейчас, как говорится, задним числом. Да, просто заказать проект на бюро, они приедут, сделают на эту перестройку. Да, потому что он не хочет с этим связываться. Нет, сделают. Вопрос, сколько это стоит. Я про покупателей, да, это все-таки деньги. Да, но насчет этого тогда просто это должен продавец сделать, да, продавец должен вложить в это деньги, а копеечка немаленькая. Я думаю, это пару тысяч будет стоить, скорее всего. То есть вы потеряете в цене квартиры, если вы хотите не потерять в цене квартиры, но все равно вам деньги эти придется вложить для того, чтобы этот проект как бы закрепить. Плюс этот проект, получив, вы должны этот проект еще и закрепить, если не ошибаюсь, в Лене-Бланере-Миссо-Закон какие-то. Да, да, он рассматривается на этого, закрепляется с товарища, а потом они идут и закрепляют этого правильно. Потому что, если вы, просто надо понимать, что если к свое время эта стена была нарушена, и ее несущая сила изменилась, то, может быть, стена когда-то рухнет или еще что-то. Мы никто не знаем. А страховки тоже это не закроют. Да. Перейдем к моему вопросу. Времени у нас осталось не так много, поэтому коротко. В моем доме, не в моем доме, где живет моя мама, собственно, мама есть собака. Мама живет на пятом этаже пятиэтажного дома. И еще когда там я жила со своей собакой, мамина собака это метис овчарки, то есть умеренной лохматости, моя собака вообще метис таксы. Она настолько нелиняющая, насколько это вообще возможно. Я когда там жила... То есть без шкуры? Ну, практически, без подшерстка. Значит, я когда там жила, я выходила с ней погулять и замечала, что уборщица не доходит до пятого этажа. Но мне предъявляла претензии регулярно, что у меня на площадке собачья шерсть. Хотя я там, честно, я там пылесосила. Потому что шерсть была, уборщица не доходит. И у нас в ней пару раз возник конфликт. Я сказала, что я вижу, я же выхожу и вижу, что она начинает мыть площадку с третьего этажа. Или вот с третьего еще один пролет на четвертый. Ну, я, видимо, пожилой человек, сложно. Тогда поменять ворщицу. Я тоже так считаю. Но мне, значит, регулярно появлялись претензии. Потом я переехала туда. И в этой квартире живет мама со своей собакой. Чуть более лохматой, чем моя. Ну, не чуть, она заметно более лохматой, чем моя. Но смысл в том, что у многих соседей такие собаки даже лохматые. Ни у кого, значит, проблемы шерсти в подъезде нет. А тут вдруг председатель звонит и говорит, что он будет штрафовать нас-таки за шерсть. Новый полицейский. Новый полицейский. Я, естественно, вышла из себя. Вот. Так получилось. Когда мне просто говорят штрафовать, я немножко так... Я спросила, на каком основании он переформулировал. Сказал, мы будем не штрафовать, мы, значит, наймем дополнительную уборку. И за эту уборку будете платить вы. Я ему объяснила, что он не прав. Он мне не поверил. В августе, вот, поясните, пожалуйста, как это работает? Как... Вообще, все правильно. С одной стороны, все правильно, что если стандартной уборки не хватает, и кто-то после стандартной уборки, скажем так, гадит или пачкает или еще что-то... Ага, то есть я хожу и веник туда стряхивают. Не, ну, я просто говорю, это не значит, что веник стряхивают. Те же стены рисуют или еще что-то, да, поймали? Давайте про шерсть. У нас времени... Стены я не рисую, у меня обычная собака. Нет, но мы же должны понимать о том, что... Начнем с того, что, во-первых, нам надо понять, для чего заказывается дополнительная работа. Для исполнения чего-то, да, какого-то ущерба, для того, чтобы привести что-то в порядок. Допустим, я понимаю, там кто-то нарисовал, надо перекрасить, там, или помыть эту стену и так далее. А здесь, как бы, вопрос того, что собачья шерсть, она постоянно носится. Давайте запретим собак в доме держать. Ага. Всех. Давайте поменяем председателя. В этом смысле, это самое простое, что тогда шерсть не будет. Самое эффективное. Нет, все-таки собак надо запретить в доме, тогда не будет шерсти. Ага, сейчас же вы договоритесь, вы шутите, а они сейчас запрещать начнут. У нас же... У меня такое ощущение иногда, что мы с вами здесь просто так сидим, все равно делают, как хочется, а не как на закон. С другой стороны, надо понимать, что... Как определить, чья это собака? Нет, конечно, можно взять шерсть, дать на экспертизу и сказать, ага, вот месяц назад, что... Не, ну там понятно, что ты мамина собака, три квартиры на площадке. Если только уборщица не приходит и не вытяхивает туда веник, а я когда смотрю туда, у нее иногда такое ощущение, так и есть. Собака столько не может линять, сколько там шерсти. При том, что моя мама тоже регулярно ее убирает. Уборщица просто не доходит наверх, там и следы от собаки. Вопрос же не в том, что уборщица доходит, не доходит. Вопрос же в том, что председатель сказал, что он собирается заказать дополнительную уборку. И повесить это дело на меня. И повесить это дело на жителя той квартиры, которая там живет. Опять же вопрос. Я согласен, что в принципе таким образом можно делать. Но вот как востребовать эти деньги жителей этой квартиры, честно говоря, я не знаю. Ну, он считает, что мне счет пришлет просто. А я его не заплачу. Вот здесь и вопрос. Какой счет? За что счет? За дополнительную уборку. А как будет доказано, что эта дополнительная уборка вызвана именно тем, что ваша собака почистила свою шкуру? На площадке. На площадке. Он сказал, что он сфотографирует шерсть. Отлично. Я не знаю, как же это. Отлично. Кто сказал, что эта шерсть принадлежит этой собаке? Может, там 13 собак ходят в гости к соседям? Может, там просто уборщица совка эту шерсть сметает? Да, все что угодно. Может быть, кто-то носит с соседнего подъезда или с соседнего дома шерсть именно на пятый этаж, чтобы насолить вашей маме. Или этому, как его там, председателю. Вот специально носит туда шерсть. Для того, чтобы что-то делать, или как-то что-то, мы должны понимать, что у нас должны быть определенные доказательства того, что это... Сказал, я приду, сфотографирую. Слушайте, даже если камеру поставить, там же не видно, как с моей собакой сыпется шерсть. Что такое сфотографирую и так далее. В том-то и дело, что надо понимать, что, чего и как. Как сфотографировать, как эта шерсть сыпалась. Нет, я понимаю, что можно до абсурда дойти. Но вопрос в другом, что если уборщица не убирает, то хоть как будет собираться грязь, шерсть? Потому что не забудьте, не забудьте, этажами ниже есть собаки? Есть. Вы своей обувью все равно, идя снизу вверх, доносите грязь, которая набралась на обуви, и шерсть, которая набралась на обуви, с нижних этажей на верхние. Хоть как. Поэтому грязь распределяется равномерно более-менее. А если уборщица не ходит на более верхние этажи убирать, то, естественно, она там скапливается. Вот и все. Если председатель хочет отдельно, может быть, и стоит заказать отдельную уборку, чтобы понять впоследствии, что в принципе-то не убирает уборщицу. Нет, они считают, что уборщица уб... Он уже вообще поговорил с уборщицей, что уборщица убирает, просто, видимо, с моей собаки стыпится столько шерсти, что уборщица не справляется. Ну, это... Ну, может быть, мы же не знаем. Вы замеряли, сколько литров или килограммов шерсти с вашей собакой? Не замеряла. Видимо, придется замерить в килограммах шерсти. Я думаю, да. В кубометрах, объемах, она жуняка. Абсолютно, да. Она у вас большая. Вот вы с ней когда пойдете, возьмите этот, как его, целлофановый пакет ее, посадите и посмотрим, сколько шерсти она насыпит, пока она доходит с первого этажа до пятого и с пятого до первой. И тогда можно, если так замерить, да, именно в момент линки, в период линки, да, если замерить, тогда можно посмотреть, сколько количество шерсти. Практическим путем можно пойти, ведь правильно? Сделать ей тапочки. А можно просто повесить камеру и посмотреть, сколько, как часто уборщица приходят к нам? Камера стоит дорого. Вешать это стоит дорого. Дешевле вам сделать максимовский пакет в собаку, посадить пакет из-под максимы, вырезать ножки, чтобы она шла, да, спокойно. И посмотреть, померить, сколько грязи она натрясла, то есть шерсти она натрясла. Если она натрясла килограмм шерсти, ну, вы будете знать, что за один поход она трясет килограмм шерсти. Значит, ваша собака носит килограмм много шерсти. Ну, абсурд, абсурд. Ну, конечно, абсурд. Я понимаю, но здесь вопрос, это вечный вопрос собаководов, у кого есть собаки, у кого нет собак и так далее. Просто убирать надо, и все. Я понимаю, что хочется заказать. Ну, закажите, посмотрите. К вопросу, как в суде это востребовать. Для меня вопросов слишком много возникает. Как доказано, откуда взято, что это именно эта шерсть. При уборке, когда будут убирать, когда будут убирать от того, что она сфотографирует вот сегодня вот вашу шерсть, а послезавтра придет уборка, то надо понять, какую шерсть будет убирать послезавтра уборка. И, собственно, как они докажут, что уборщик туда ходит? Почему всем хватает для всего дома? Хватает, да, вот этой уборки, которая нам заказана на весь дом, а туда не хватает? Может, уборщица вас не любит? Ну, да, очевидно. Потому что я сделала замечание, что она не доходит до нашего этажа. Ну, может, значит, она вас не любит просто и не хочет доходить. Потрясающе. Моя уборщица меня не любит, поэтому я, собственно, закажу другую уборщицу себе. А как же? Но этой буду платить своего, значит, ну, счета будут тогда выписывать. Ну, тогда, может быть, надо заказать на верхние этажи другую уборщицу, которая будет доходить до верхних этажей, и просто платить двум уборщикам и распределять. Нет, я вот той, которая до нас доходит, платить не буду. Август, спасибо большое, у нас время, к сожалению, вышло. Хорошая у нас сегодня программа, получилось веселое. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. Не доходите до абсурда, ищите компромиссы, и, пожалуйста, используйте наши ответы на вопросы, и пользуйтесь законом и здравым смыслом в своей работе. До встречи в эфире. Программу поддерживает Бескредит Ее. Бескредит Ее.